Поиграем с Фёдором Это как обычный ДНД, только в карманном измерении непрекращающегося готического кошмара, полного тоски и обречённости. Всё там выполнено в восточно-европейской стилистике и напоминает по-своему Трансильванию из классических фильмов ужасов, которым, как вы знаете, я питаю определённую симпатию. Но на самом деле об этой конкретной игре я знаю только то, что её выпустили в 1994 году и что играть мне придётся за двух слуг доброго лорда из вступительного ролика, вот этого вот поцарапанного чувачка, которого мы больше не видим. В общем, этот парень, он как бы стал сейчас жертвой разбоя. К нему в спальню ворвался жестокий ассасин и похитил у него священный амулет Хелма. И наша с товарищем задача теперь этого ассасина нагнать, ну, понятное дело, вломить ему пиздюлей, унизить его и вернуть ценный артефакт нашему властелину. Что происходит после этого, я вообще не знаю, потому что врубал игру только один раз, чтобы, ну, хоть капельку управления освоить. И то я, походу, с этим не справился, но у меня как-то похуй. Ну вот, так что этот летсплей станет таким же сюрпризом для меня, как и для вас, геймоголики. Вот. Ну, что я могу сказать. Сейчас посмотрим на красивые логотипы и вперёд к созданию персонажей. Да? Мне особенно вот этот вот логотип нравится. Компьютер Продакт. Мне кажется, так в совке бы игры называли. Компьютерный продукт массового, хуй знает, блядь, планового обеспечения. Но в совке не делали игр, так что мы спасены. Так. Create characters. Окей, кликаем сюда. Секундочку, надо из мануала ввести строчку необходимую. С этим покончено. Теперь перед нами раскладывают карты, с помощью которых мы и создадим своих героев. Первый персонаж. Ну, это будет мой аватар в жестоком и постоянно меняющемся мире Рэйвенлофта. Поэтому он будет, несомненно, мужчиной, как и я. Человеком, как и я. Бойцом, как и я. Нейтрально добрым, как и я. Бородатым, уродливым гномом, как и я. А насчет статистик. Так. Ну, эти уебищные какие-то. Окей, это тоже говно. Это вообще хуйня. Сила неплохая, остальное говно ебаное. Вот это бы клерик очень хорошо подошло. Но, блядь, я не клерик. Ну, ладно, еще раз. Хуйня. Говно. 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 Хуйня. 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 Говноки. Рамзан Кадыров. Хуйня. Ебала. Хотя нет. Нет, сила слишком маленькая. О, у меня лучшая идея появилась, гемоголики. Смотрите. Мы немножечко просто приплюсуем себе статистик. Это не чит. Это не чит. Так можно. Игра разрешает. Почему бы мне не иметь силу... 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 Силу воинственного викинга. Кликайся быстрее, мышка. Вот, вуаля. Что это дало? Не, пусть лучше такая будет. Девяносто девять лучше, чем ноль-ноль. Так, меня в школе учили. Так, теперь у нас Декса. Ну, я думаю, что Декса восемнадцать это самое то для нас. Так, Конститюшн. Ну, конечно же, восемнадцать. Интеллект. Ну, ну, я довольно интеллектуальный малый. Так что, я думаю, восемнадцать тоже мудрость. Ну, ну, блядь, я самый мудрый человек, которого я знаю. Так что восемнадцать. И харизма... Нет никого харизматичнее, чем Фёдор. Поэтому харизма будет тоже на восемнадцати. Возраст шестнадцать. И это нельзя поменять. Ну, блядь, ну ладно. Дольше проживу. Done. Окей. Keep. И звать меня будут... О, моё полное имя не влезает. Ну, ладно, пусть будет так. Фёдор. И теперь мне надо создать моего верного союзника и напарника. Он тоже будет мужчиной, пожалуй. Но вот насчёт его расы... Нет, нет. Кто-кто, но он точно не должен быть человеком. Вот кто из них хороший клерик был в этих старых Dungeons & Dragons? Если бы только... Если бы был какой-то способ узнать об этом. Прочитать, например, откуда-то. Ну, ну, блядь, это же... Это же всё какая-то фантастика. Придётся угадывать. Ну, ну. Если бы я хотел быть хорошим клериком, Какой расы бы я был? Блядь, гном? Нет. Я помню, что в каких-то Dungeons & Dragons Гномы точно были отличными клериками. И я помню, что полуэльфы и эльфы Всегда и везде были говном. А хоббиты были хорошими ворами. Но воров мне в моей команде не надо. Пожалуй, да пусть он будет гномом. Не этим гномом, а вот этим гномом. Как же их называть-то? Нет, это, наверное, по-русски будет карлик. А это гном. Или нет-нет-нет, это будет гном. А это будет цверк. Тангар. Да, да, да. Мой друг будет тангаром. Тангаром-клериком. Ууу, дабл-класс? Вау. А, точно, это же старые правила, да? Он типа мультиклассовый будет. Окей, окей, окей. Мой друг Тангар будет клериком-файтером. Нейтрально-добрым, как и я, чтобы не возникало конфликтов. И вот с этим лицом, с этим лучшим из лиц. Его статистики, ну что я могу сказать? Ну, меня устраивают вот эти, в принципе, но с небольшим добавлением. Ну, книга, все быстрее. Почти накликал половину. Накликал удачу, как одноклассники.ру. Ну, почти. Еще немного. Да. Так, Дексу теперь. Ну, мой друг должен быть ловким. Не могу 18 сделать. А, да, точно, у них у них. Да, зато будет расовый бонус к Конститюшену. 19. Это будет живучий, живучий тангар. Интеллект, ну, как и у всех. Мудрость. Нормальная, да. Но харизма тоже понадобится. Клерик все-таки. Эй, блядь, 16, только его возраст ебаный 60 лет. Что это за... Блядь. А, ну, в принципе, тангары же живут дольше, чем люди. Ладно, я не буду с этим спорить. Класс брони 7. Окей. Что вот это такое, вообще не знаю. Может, это уровень? Левс. Левел апс. Левс. Ли-и-и-вс. Ли-ства. Ахуй знает, блядь. Ну, хитпойнты 30, с этого мне достаточно. Все. Да, я согласен с этим выбором. Да. И теперь имя моего друга. Ну, пожалуй... Да, да. Вот так. И теперь Фёдор и The Gimp отправляются в своё путешествие. Мы близко к нему. Я чувствую это в своих костях. Он ушёл далеко на юг, убегая как лисица от потопа. Мы возьмём его скоро, если мы будем преследовать его по пятам. На юг! Ради лорда Делта и справедливости. Окей, пошли. Ой, какое управление неудобное. Ой, как тяжело идти. Ой, но я вижу, вот какая-то фигурка пиксельная. Это, наверное, и есть этот мудак. Получай, получай, драка начата. Я бью его, я бью его изо всех сил, но он не умирает. О, нормально, умер. Всё, заебись. Так, так, так. Мой кореш что-то говорит. Что ты хочешь, Gimp? Какие грязные артефакты. Может быть, это вызовет Elder Scrolls Oblivion самого, чтобы переварить их. Короче, я не знаю, как это перевести, но ему не нравятся эти артефакты, которые вывалились из трупа Ассасинчика. Вот, потом он говорит, но нет, не эти. Мы обязаны нести их с собой. Поверь в это. Или в что-то такое. Я чувствую, что оно говорит мне, что они содержат секреты к заговору против нашего лорда Делта. Они содержат истину в своих вульгарных аурах. Вот сразу видно, что игру, блядь, немцы делали. Ну ладно, да, ну вот. Возьмём их с собой пока что. И пусть священники Хелма разбираются со злом, который они содержат в своё удобное время. А ещё среди вещей Ассасина мы видим тот самый амулет Делта, за которым нас послали. Соберём его в том числе. Ну, конечно, соберём, блядь, нас за ним послали. Эта игра, кстати, удивительно короткая. Сейчас поднять этот амулет, отнести его в замок обратно лорду, и всё, игра закончена. Господи, это ж десяти минут даже не прошло. Но и то хорошо. Так, вот его вещи, короче, на них я могу кликать. Оп. У, какая-то записка. Обязательно её прочесть потом. Покладём её пока в инвентарь. Угу. Теперь... А, да, сам амулет. Это очень важно взять. Окей. Теперь тут как... Засушенное сердце смертного Ардера. Я даже не знаю, что такое Ардер. Окей. И ещё... Ой. Что это было? Окей. Именем Хелма мы теряем свет дня Посмотри туда, туман накатывает, как будто бы чтобы поглотить нас Ах, туман подкрадывается, словно предсказывая наш злой рок Я очень умный в этой игре, видите? Очень-очень поэтичный человек Ой, 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 я этого не сдел... Это само Ой, что это такое? Я двигаться даже не... Что это было? Окей, теперь я просто у себя в инвентаре Хм, похоже, все не так просто, как я думал Окей, я выйду сейчас из инвентаря и буду готов биться со странными тварями в тумане Нужно только подготовиться, чаю немножко выпить, чтобы освежившись атаковать монстров Окей, я выпил чаю и... Хм, ничего не произошло Так, окей Ты чувствуешь это? Посмотри вокруг Это не то место, где мы стояли мгновение назад Это все кажется очень неестественным Блин, нас телепортировало куда-то Приколите геймоголики Что же теперь делать? Как же... Стоп, я только что был в инвентаре И там не было этого амулета, за которым... Блин, амулет тоже похитили Ну что такое? Ну окей, ладно, все, диалоги, диалоги читаем Эп Амулет Лорда Делта И эти омерзительные предметы, которые мы нашли на теле Ассасина Пропали, пропали Они исчезли Неужели ты не заметил, что их украли у нас? Хе, а я заметил Я заметил Окей И теперь мы как в каком-то как ебаном Вообще неизвестном месте Вот я кручусь и... Ой, всюду туман Страшно так Я сохранюсь, пожалуй, геймоголики Вы подождите Так, так Сейв Вот, Федор 1 будет называться наше сейв Окей Я попробую вот в этот домик зайти Я очень надеюсь, что никто не нападет и не изобьет нас Очень не хочу быть жестоко избитым Окей, я иду, 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 иду Я, 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 зашел И ничего не случилось Так, я что-то говорю в игре Не я, я, а типа я как Ну, мой, мой игровой аватар Вот это абсолютно реалистичная копия меня внутри игрового мира Так, у меня есть немного опыта в этих вещах Ну, ты знаешь, заброшенные дома Не всегда то, чем они являются Ну, блять, как и совы Вот там, например Где пол выглядит немного криво Это, это плохо скрытая дверь В комнату под нами Должен быть способ открыть ее Хм, интересно Ну, сейчас поищем, ты, ничок Так, окей Так Так, за нами никто там не гнался Я просто вот слышал Эти стремные звуки постоянно Рычание какое-то откуда-то Вот я камень нашел И пока что его себе тут возьму Хм, ну кто это рычать может Ну Если все в порядке То рычание не должно доноситься Я должен разведать Ой, ой, блять Ой, ёбаный Ой, ёбаный в рот Блять, блять Блять У-у-у-у Нет Нет Не избивай меня Вы видите? Меня какая-то крыса большая Избить пытается И я пытаюсь избивать ее В ответ у меня не получается Я не могу избивать Но сейчас я Ой, ой, блять Я не туда пришлю Нет, нет Ой, блять Ой, блять Это все Это конец Блять, она избивает меня Ну Работай, блять Это что такое? Блять, геймоголики Походу у меня крышка Так, нет Фух Я убил его И это был варк Да, это был жестокий варк Пожалуй, здесь я сохранюсь И встретимся в следующем выпуске Геймоголики Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому